Как говорят в наших краях, зрада пришла откуда не ждали. 19 мая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году из-за опасений по поводу нарушений прав человека. Если кто забыл, напомним, что попытки бойкотировать спортивные соревнования по политическим причинам – классический прием времен Холодной войны. Сто процентно подумывая о президентской гонке, и я уверен, нас ждет успех. И что мы видим теперь? Политическое влияние мирового жандарма настолько оскудело, что его более недостаточно для содействия установлению режима прекращения огня между Израилем и сектором газа. Свято место, как известно, пусто не бывает. Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире «Международная панорама» и я, Даниил Богатырев. Как говорят в наших краях, зрада пришла откуда не ждали. 18 мая авторитетное американское издание «Аксиос» заявило о том, что администрация Джо Байдена намерена снять санкции с компаний, управляющих газопроводом «Северный поток-2», который в настоящий момент построен более чем на 95%. Как гласит опубликованная в этом СМИ статья журналиста Джонатана Свона, цитата, Госдепартамент в скором времени отправит в Конгресс отчет о своей работе в течение 90 дней, в котором будут перечислены заслуживающие санкции организации, участвующие в строительстве «Северного потока-2». Источники, знакомые с подготовкой отчета, сообщили «Аксиос», что Госдепартамент планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей. Госдепартамент также признает, что ответственная за проект юридическое лицо компания Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор, друг Путина и бывший офицер восточно-германской разведки Маттиас Варник участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако Госдепартамент откажется от применения этих санкций, ссылаясь на национальные интересы США. Формулировка «ссылаясь на национальные интересы» в этой ситуации звучит особенно любопытно. Ведь все мы помним, что администрация Байдена взяла курс на новую холодную войну с Россией и методично заходит все дальше по этому пути. Снятие санкций с управляющих субъектов «Северного потока-2» как минимум не укладывается в этот тренд, а то и вовсе противоречит ему. Если, конечно, не предположить, что информация о вероятной уступке по «Северному потоку» может быть намеренно вброшена в СМИ американскими властями в качестве демонстрации российскому руководству готовности идти на некоторые компромиссы в преддверии переговоров Байдена с Путиным. Вышеупомянутые меры в случае их принятия создадут довольно абсурдную ситуацию, при которой администрация Байдена будет вводить санкции против судов, участвующих в строительстве «Северного потока-2», но откажется наложить их на компанию, фактически отвечающую за проект. Как пишет все то же издание «Аксиос», источники, близкие к Белому дому, говорят, что высшие должностные лица США полагают, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95%, это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа. Однако администрация Байдена не желает разрывать отношения с Германией из-за «Северного потока-2». На мой взгляд, если информация американского издания окажется правдивой, и США действительно снимут санкции с управляющих компаний «Северного потока-2», это будет говорить в первую очередь об их серьезных проблемах с удержанием под своим политическим контролем Европы. Понимаете ли, новая холодная война, мессианская судьба и планы по возврату мирового господства – это, конечно, привлекательные для американских политиков цели, но реальность упорно диктует свои условия. На дворе сейчас не 2000-й год, и Вашингтон далеко не всегда может указывать своим европейским союзникам, что им делать. Точнее, указывать-то он может, только вот выполнять эти указания, в случае, если они идут вразрез с национальными интересами той же Германии или Франции, вряд ли кто-то будет. В этих условиях, чтобы совсем уж не уронить собственную репутацию и не показать полную неспособность руководить даже Германией, на территории которой стоят американские войска, Белый дом, вероятно, решил не обострять противоречия с Берлином и ограничиться символическими мерами воздействия на Северный поток-2. Вопрос взаимоотношений с Москвой и возможных уступок ей в обмен на соответствующие уступки с российской стороны здесь, как мне представляется, вторичен. Во-первых, Москва в последнее время дает понять, что поступаться своими национальными интересами не намерено. Ну а во-вторых, в любой, пусть даже холодной войне, порядок в ТУ куда более важен, чем тактические успехи на фронте. Тем временем, по мере приближения достройки и запуска Северного потока-2, украинские чиновники, на протяжении всех лет его строительства, валявшие дурака и надеявшиеся на то, что заграница нам поможет предотвратить потери от реализации этого проекта, начинают фонтанировать упадническими настроениями. Так, 17 мая генеральный директор компании оператор ГТС Украины Сергей Макогон подсчитал, сколько потеряет экономика нашей страны в случае запуска газопровода Северный поток-2. По его мнению, убытки составят 5-6 миллиардов долларов в год. Об этом он рассказал в интервью консалтинговой компании Exploration and Production Consulting. Далее цитата. Если газ пойдет через Северный поток-2, у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже, это еще около 2-3 миллиардов потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска Северного потока-2 в 5-6 миллиардов долларов в год. И особенно нужно помнить о военной безопасности. Без транзита интерес к нам со стороны ЕС значительно снизится, а это развяжет руки России. От себя добавим, что оценки Макогона представляются несколько завышенными, так как другие специалисты обычно называют потери в районе 2-3 миллиардов долларов в год. Однако, в приведенной выше мысли директора-оператора ГТС Украины интересен комплексный подход. Он попытался подсчитать не только прямую недополученную прибыль Украины от запуска Северного потока-2, но и дополнительные расходы, вызванные подорожанием газа для населения и необходимостью субсидировать неплатежеспособных граждан. Впрочем, в последние годы у украинских властей не возникает проблем с субсидиями для малоимущего населения. В случае нехватки средств количество их получателей просто урезают. Очередная волна подобного сокращения числа субсидиантов запланирована на текущий год. Она будет связана с упрощением доступа госорганов к банковской тайне при проверке получателей субсидий. В результате тем из них, у кого есть банковские вклады или кто делал покупки на суммы более 50 тысяч гривен за последнее время, откажут в получении государственной помощи. Но, как говорится, это уже совсем другая история и международной политики она не касается. Подробнее разобраться в ситуации вокруг Северного потока-2 нам поможет энергетический эксперт Юрий Карельчук. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, прошли новости о том, что Соединенные Штаты снимут санкции с управляющих компаний Северного потока. Также были заявления от украинских должностных лиц о том, что наша страна может потерять в виде недополученной выгоды и иных, скажем так, потерь от 5 до 6 миллиардов долларов в год от запуска Северного потока-2. Скажите, пожалуйста, насколько оправданы эти оценки? Может быть, они носят какой-то алармистский характер? И как будет функционировать украинская газотранспортная система после запуска этого газопровода? Ну, насправдь, треба розуміти, что дейсно мы бачим ситуацию, когда уже картина навколо Північного потока-2 вона викристаллизовалась, то все-таки газопровод будет добудованный и сумніви даже отходят уже у тех, кто, скажем так, чему-то без достатніх підстав вважав, что его могут зупинить, заморозить и взагалі откласти и что санкции будь-яким чином вплинуть на это. Решение США, ну, скажем так, воно, знаете, до СССР можно ставить по-різному, но их можно поважать за то, что они действительно интересы своей страны. Не скажу, что национальные интересы, но своей страны. Там, разных бизнес-груп, разных компаний в целом в целом государстве, но они не стоят. И вот, власне, можно рассматривать позицию Північного потока-2 виключно из картины, когда председент Трамп, например, он больше был лоббистом интересов компаний, которые продают газ, пропан-бутан, гражданый газ в страны Азии. В страны, власне, Китай, Певденна Корея, Япония. И они, фактически, боролися за этот рынок разом с Россией. Потому что Россия также постачает газ, начинает постачать, они нарушают поставки в Китай. И, фактически, Північный поток-2 это был певный метод инструменту, такого шантажа с боку США в сторону Росии, чтобы впливать как раз на позиции там, далеко, в Азии, в Китае. З другой стороны, Байден, когда он пришел и стал президентом, и даже когда он был до речи, віце-президентом при президенте Обаме, так, він все одно представляє інше крило демократичної партії, інше крило політичного, відповідно, інше крило бізнес-інтересів, які присутні в США. Він радше представляє інтереси відновлений джерел энергии, тобто зелених технологій. І для них в принципі, скажімо так, газ, як такий природний газ, він найменше забруднює екологію, він для них не є конкурентним таким, скажімо так, середовищем. І тому, власне, таке ставлення до Північного потоку-2 також не є як до конкурентного інструменту, як до конкурентного проекту, відповідно, плюс, звичайно, є політична складова, коли тому ж Байдену цікавіше навіть на цьому фоні вже продемонструвати певні там компроміси, певні переговори з Росією, з президентом Путіним, вони також це можуть використати. Тому в будь-якому впадку треба розуміти, що Північний потік-2 буде добудований, буде реалізований. Це проект чисто, дійсно, бізнесу. Як би там не вірили і не сумнівалися в цьому противники цього газопроводу, але є газові станції, теплові електростанції, які працюють на газу в Німеччині, в Великобританії також, у Франції, який відмовляється від вугілля, їм цей газ потрібен. Тобто, він в будь-якому впадку потрібен. Що важливо, повторююся, не тільки Німеччина, а і Великобританія, і Франція. Тобто, вони можуть критикувати, можуть конкурувати з Росією на політичному фронті, але в бізнес-середовищі, в економічному середовищі вони співпрацюють. Для України Північний потік-2, чому тут важливо зрозуміти, яким боком тут Україна взагалі? У мене завжди поставало це питання. Чому люди, коли говорили про те, що Північний потік-2 завдає шкоди Україні, може завдати шкоди, чому вони ніколи не скажуть, а яким чином він може скласти конкуренцію чи завдати шкоди Україні, якщо ми абсолютно не постачаємо газ, через Україну, маюся на увазі, газ не постачається, російський, ні в Німеччину, ні в Великобританію, ні в Францію, ні в Данію, наприклад, також в Північний потік-2 також туди газ буде постачатися. Чому? Чому тоді постає це питання? Знову ж таки, відповідь проста, на жаль, політична, тобто Україна і за допомогою особливо нафтогазу України, попереднє керівництво нафтогазу Кобилєв, безпосередньо особливо, скажімо так, відзначився в цьому, їх використовували, як певний інструмент, нафтогаз, і нашу державу виходить, як певний інструмент боротьби проти Північного потоку-2. Все, тобто зараз, коли ця потреба відпала, то нам потрібно зробити висновок, що нам із своєю, на жаль, навіть не мінімальною суб'єктністю, а відсутністю суб'єктності на міжнародній арені, нам краще не влазити в такі історії, тому що ми більше отримаємо шкоди і репутаційної, і геополітичної шкоди, і політичної в цілому шкоди. Тому, на жаль, ця історія вже закінчилась, більше ніхто лобіювати інтересів Північного потоку-2 в Україні не буде, тому що це немає, якби, на цей попиту, немає затребуваності з боку США, вони вже йдуть іншим шляхом. І от, повертаючись, власне, то що ж тоді завдає збитків в Україні українських ГТС? Завдає на даний момент збитків конкретно турецький потік. Так, турецький потік, який також реалізований Росією спільно з Туреччиною, але не Північний потік-2. Більше того, турецький потік, він побудований вже раніше, він вже працює, і він вже постачає газ і в Болгарію, і в Румунію, і в Туреччину, зрештою, в Балканські країни поступово, в Грецію вони рухаються поступово. Тому це, це ризики для України. І, до речі, керівництво компанії, не нафтогазооператора ГТС, безпосередньо Сергій Макогон, керівник, він визнавав, це сам безпосередньо називав, що саме турецький потік завдає сьогодні найбільше збитків українських ГТС. Не Північний потік-2. Він його критикував, Північний потік-2, мовляв, так, є небезпека, ми повинні там докласти всіх зусиль, щоб були санкції докладені. Але ніколи він не наводив конкретних аргументів, чому саме Північний потік-2. Більше того, ту цифру, яку ви також називали, що будуть збитки, і він назвав більше того, там, щорічно, наголошую, щорічно, тобто кожного року, збитки складуть 5-6 мільярдів доларів. Ну, насправді, чесно вам скажу, якщо навіть відсторонитися від прізвища Макогону, там, від оператора ГТС, ну, такі цифри, вони, чесно вам скажу, в мене викликають здивування, як мінімум, так, а як максимум, ну, таке враження, що це певна така, знаєте, якась ахінея. Ну, іншого слова не придумаєш. Чому? Тому що, по-перше, це величезні гроші, 5-6 мільярдів доларів щороку. Ми заробляємо на транзиті газу сьогодні півтора мільярди доларів. Тобто, навіть якщо ми втратимо, а ми втратимо ще далі транзит газу, тому що в Угорщину піде через турецький потік газ російський, в Австрію потихеньку буде йти. Тобто, наш ринок залишиться тільки Італія, фактично. Італія, і, можливо, десь ми будемо закривати потреби взимку, коли буде потреба, там, така додаткова, знаєте, резервна буде система, фактично, українська система ГТС буде працювати в режимі такого, якби, страховки, да, от, щоб в якийсь момент, там, коли морози сильні, включитися і дати додаткові опції газу. Так от, ми на сьогоднішній момент, якщо навіть втратимо ще десь приблизно там, ну, орієнтовно, ми втратимо десь до 500-600 мільйонів доларів от прибутку від транзиту. Залишиться у нас мільярд, грубо кажучи, 900 мільйонів, 800 мільйонів доларів. Но ми не втратимо там 5-6 мільярдів доларів. Навіть якщо відштовхуватись від чого? Від того, що дійсно, скорочення транзиту газу передбачає з собою скорочення роботи магістральних газопроводів, у нас сьогодні фактично їх використовується два, якими йде газ в Європу, ну, на Словаччину, уже на Угорщину. Там залишиться один газопровід. Тобто один треба буде законсервувати. Законсервують ще третій, який йшов на Туреччину. Тобто він також не використовується. І законсервують фактично, грубо кажучи, десь 50 компресорних станцій із 70, тому що вони також не будуть використовуватися. Ну, там людей звільнять. Це найгірший, на певний момент, найстрашніший, тому що люди втратять роботу. І це спеціалісти, яких також багато. Але сам факт той, що навіть ці процеси, консервація, замороження, зупинка компресорних станцій, газопроводів, ну, це не 5-6 мільярдів доларів щороку, ну, далеко. Це набагато менші гроші, набагато. Це буквально, ну, декілька десятків мільйонів доларів. І все, щороку. Юрий, Юрий, а вот господин Макагон говорив о том, що, значить, запуск Северного потока-2 якобы може привести к очередному повышенню ціни на газ, в тому числі і для населения. І поэтому держава буде тратити більше на субсидії. Собственно, вот эту суму він також закладывав в свою оцінку, вот эти 5-6 мільярдів. Насколько це оправдано? Действительно ли ціни для населения виростуть? Да, це добре, що ви нагадали, дійсно, тому що це один з також других моментів. Не будемо казати вже поганих слів, якби просто скажемо, що це як мінімум, ну, або Макагон, якби, відверто маніпулює, ну, скажемо, вже таке слово, да, коректне. Або він, якби, розписується у своїй профнепридатності. Тому що, знову ж таки, ми сьогодні купуємо газ по реверсу в Європі також. Ми за нього переплачуємо, да, приблизно десь 400-500 мільйонів доларів щороку, ніж якби ми могли окупувати напряму у Росії, наприклад. Але, знову ж таки, питання те, що навіть, якщо запрацює Північний потік-2, і навіть, якщо ми почнемо отримувати газ із тієї сторони також, знову ж таки, по реверсу, то все одно ціна того газу російського, да, буде формуватися на біржах, як і сьогодні. Там, на ТТФ, на НСІДЖІ в Німеччині, там, на Баумгардені, Центральний Європейський хаб. Все, тобто, буде така сама ціна. Тобто, вона не виросте. Вона буде, от, як зараз ми бачимо, то вона зростає, то знижується. Ну, в будь-яку випадку ми все одно, навіть, якщо будемо брати цей газ через Північний потік-2, ми все одно будемо переплачувати на нього, звичайно. Можна погодитись з Макогоном. Але от не більше 400-500 мільйонів доларів щороку. Ну, якщо ми будемо купувати, ми десь беремо приблизно, ну, робокаче, 12-13-14 мільярдів кубометрів щороку імпортуємо. Тобто, знову ж таки, ці цифри 5-6 мільярдів доларів, або про переплату з боку споживачів українських. Це неправда. Є інший аспект. Тут можна погодитись з Макогоном, керівником оператора ГТС, що дійсно, що скорочення в цілому роботи системи ГТС, тобто, замороження газопроводів, зупинка їх, зменшення роботи компресорних станцій, ставить фактично завдання перед державою, перед владою, про те, що а як же ж тоді будуть отримувати газ споживачі, ну, умовно так розділимо, так от, посередині України пройшла труба газопровідна. Як тоді отримують споживачі на півночі і на півдні газ? Там є, звичайно, газопроводи, але вони низького тиску, вони маленькі, якщо сказати, ну, якщо люди там пам'ятають. Треба буде побудувати, звичайно, систему інтерконекторів, тобто, взагалі, перекласти на нормальну мову, так, з'єднувальних газопроводів, які з'єднають просто цю велику трубу, да, з меншими оцими регіонами. І, да, це також гроші. Проблема тільки в тому, що ні Макогон, ні оператор ГТС, ні Нафтогаз цих грошей ще не рахував. Вони знають цю проблему, що це треба буде робити. Але питання, дивіться, ключова проблема яка? Чому вони навіть не рахували? Тому що невідомо, на кого держава покладе цей обов'язок. Чи на Нафтогаз, наприклад, якщо він буде існувати, чи на оператора ГТС, наприклад, чи це буде закладено в тариф для облгазів, тому що вони обслуговують мережі. От в цьому плані, да, звичайно, Макогон правив, що тариф на транспортування газу, на транспортування, не на ціну газу, а на транспортування, воно зросте, безумовно. Але це не треба дякувати Північному потоку-2, чи Росії, чи Німеччині, чи США. Треба подякувати собі тільки. Ну, мається на увазі тій політиці, яку проводили Нафтогаз. Тобто, 2015 року, 6 років вони довбали цю тему. Вони що, не розуміли? Вони знали, до яких це наслідків приведе. Що скорочиться транзит російського газу, скоротиться робота ГТС, і що потім споживач, маленький українець, як любить казати, так, що він заплатить потім в результаті за дорожчу ціну, за транспортування цього газу. Да, це проблема. Але, знову ж таки, там, знаєте, теж 5-6 мільярдів щороку не буде такого. Ну, я зразу можу сказати, от якщо зараз, от візьмемо реальну цифру, якщо зараз транспортування газу коштує 2 тисячі гривень за тисячу кубометрів для споживача, за тисячу кубометрів, реальна ціна така ринкова десь в районі 3-3,5 тисячі гривень, то в умовах реконструкції системи ГТС десь ми можемо платити в районі, я думаю, навіть 6 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Може, тобто, виходить, ми зрівняємося, тобто, ціна газу може бути така сама, як транспортування, а той, буває, навіть, газ може бути дешевший. В принципі, в деяких європейських країнах, багатьох, я би так сказав, так і є. Там буває, ну, газ, наприклад, коштує, там, 200 доларів, так, умовно, скажімо так, а транспортування коштує 300 доларів, там, 400 доларів, навіть два рази. Буває таке, є в деяких країнах, там. Тому ми, ну, на жаль, ми прийдемо до не найкращого європейського досвіду. Ну, але з іншої сторони, повторюсь, в «Нафтогазі» це розуміло, це виключно вина і відповідальність і Коболєва, і інших керівників «Нафтогазу», і, заештою, керівників держави, яким це докладувало. Юрій, ось це, на мій взгляд, якраз главний вивод, то есть, що безответственность і бездействие на протяженніх 6-7 років, в общем-то, і привели к такій ситуації. Я благодарю вас за цю беседу. В гостях у «Международной панорамы» был энергетический эксперт Юрий Карольчук. Тем временем не устает напоминать о себе і американо-китайське противостояние. 19 мая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году із-за опасений по поводу нарушений прав человека. Хоча спортсмены будут участвовать в играх, Пелоси сказала, что главы государств не должны присутствовать. Она также заявила, что США не могут продолжать подготовку к Олимпийским играм в Китае, как будто ничего не случилось. Западная пресса уже на протяжении более полугода пишет о том, что Китай насильно удерживает в неволе более полумиллиона уйгуров и других мусульман в регионе Синьцзянь на северо-западе Китая. Большинство удерживаемых в Синьцзяне отправляются в учреждения перевоспитания, лагеря, похожие на тюрьмы, где они содержатся в течение неопределенного периода времени без предъявления обвинений. Именно так описывает это западная пресса. В свою очередь, китайские власти утверждают, что данные учреждения являются учебными центрами, основная цель которых – перевоспитание граждан, замеченных в сочувствии к религиозному экстремизму с целью их последующей интеграции в обществе КНР. Собственно, в контексте международных отношений то, что на самом деле происходит с уйгурами в Китае и каковы условия их пребывания в центрах перевоспитания не представляет никакого интереса. Гораздо важнее то, как американцы используют эту тему для разжигания антикитайских настроений в мировом, в первую очередь, западном сообществе. Начиная с середины прошлого года, когда президентом США был Дональд Трамп, мы замечали в американской либеральной прессе, всячески поддерживавшей тогда еще кандидатов в президенты Джо Байдена, статьи с обвинением Китая в нарушении прав человека в Синьцзяне. Причем эти материалы разительно контрастировали с тогдашним американским мейнстримом, который, несмотря на свою антикитайскую направленность, критиковал Поднебесную главным образом за экономическую экспансию, а не за права человека. Еще тогда было понятно, что попытки угрожать Китаю санкциями и торговыми барьерами за мнимое нарушение прав человека станут основой политики администрации Байдена в отношении Пекина. На недавней встрече американской и китайской делегаций в Анкоридже, на Аляске, этот факт получил очередное подтверждение. Учитывая вышеизложенное, призывы спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси бойкотировать Олимпиаду в Пекине абсолютно неудивительны. Более того, нас скорее удивляет то, что пока она оставляет спортсменам право участвовать в престижных соревнованиях, ограничившись призывами лишь к сведению на нет посещения Олимпиады политическими деятелями. Полагаем, на подобные заявления Китай отреагирует достаточно жестко. Еще во время встречи в Анкоридже делегация Поднебесной позволяла себе отойти от традиционной для китайской дипломатии тактичности и прямо посоветовала американцам обратить внимание на расовые притеснения в своей стране вместо того, чтобы заботиться о правах уйгуров. А вообще, этот призыв Пелоси к бойкоту Олимпиады прекрасное опровержение для тех недалеких граждан, которые все еще пытаются убедить нас в том, что никакой новой холодной войны нет, скоро США заключат большие сделки с Россией и Китаем и мир вновь сольется в экстазе глобализации. Если кто забыл, напомним, что попытки бойкотировать спортивные соревнования по политическим причинам классический прием времен холодной войны. Так, 20 января 1980 года американский президент Джимми Картер призвал к бойкоту Московской Олимпиады. В результате полностью Олимпиаду 1980 бойкотировали представители 65 государств, в то время как приняли в ней участие сборные 80 стран. Конечно, в современном мире трудно добиться подобной консолидации. Все-таки не в двуполярности живем, а в многополярности. Тем не менее, в будущем, по мере нарастания конфронтации между США и их союзниками с одной стороны и Россией, и Китаем с другой, взаимный бойкот спортивных соревнований и культурных мероприятий может стать вполне обычным делом. Ну, а в Соединенных Штатах продолжаются судебные процессы против экс-президента Дональда Трампа. 18 мая генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила о расследовании уголовного дела в отношении компании бывшего президента США Trump Organization. Как значится в официальном заявлении ведомства по этому поводу, цитата, мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении организации уже не является чисто гражданским. Сейчас мы активно ведем расследование в уголовном ключе совместно с районной прокуратурой Манхэттена. Напомним, что в прошлом году в рамках дела были затребованы финансовые документы Trump Organization за последние 8 лет. Ранее суд отклонил ходатайство, поданное адвокатами Трампа. Они настаивали на том, что окружной прокурор хочет получить доступ к налоговым декларациям со злым умыслом или с целью преследования. Сам Трамп назвал решение Верховного суда охотой на ведьм. По его мнению, политические оппоненты пытаются получить доступ к документам, надеясь найти компромат, но при этом сами не знают, что именно ищут. Формальной причиной административного, а затем и уголовного разбирательства послужило то, что Трамп Организейшн якобы ложно сообщило о стоимости недвижимости, чтобы получить ссуды, а также экономические и налоговые льготы. Вышеописанное заявление Нью-Йоркской прокуратуры, сделанное во вторник вечером, существенно усилило риск уголовного преследования, с которым Трамп столкнулся через 4 месяца после ухода с поста. Теперь число известных уголовных расследований в отношении бывшего президента-республиканца достигло трех. Однако, с нашей точки зрения, расследования против Трампа вызваны не внезапно в проснувшейся тягой американской правоохранительной системы к поиску справедливости, а желанием подавить сильного политического конкурента. Еще в конце февраля, во время конференции консервативных политических сил США, стало понятно, что Дональд Трамп, несмотря на поражение на президентских выборах, остается самым популярным политиком среди американских консерваторов. Тогда о его поддержке заявили более половины участников конференции. Во время этой же конференции Дональд Трамп фактически прямо заявил о своих намерениях баллотироваться на президентский пост в 2024 году. Дословно, он тогда сказал следующее. «Стопроцентно подумываю о президентской гонке, и я уверен, нас ждет успех». В начале мая бывший президент США Дональд Трамп запустил собственную онлайн-платформу, через которую он сможет коммуницировать со своими сторонниками. Платформа называется «From the Desk of Donald J. Trump», то есть «С рабочего стола Дональда Трампа». Она позволит экс-президенту публиковать заявления, фотографии и видео, а его сторонникам размещать их в соцсетях. При этом они не смогут оставлять свои комментарии к контенту. Напомним, что ранее Трампа заблокировали многие соцсети, в том числе Twitter, который был для экс-президента основным каналом общения со сторонниками. Это деплатформирование, как его уже успели назвать в США, стало для экс-президента настоящей проблемой. Фактически, он и его сторонники стали подвергаться цензуре во всех основных социальных сетях, которыми руководят люди, так или иначе аффилированные с демократической партией США. Теперь же проблема донесения своих мыслей до широкой аудитории для Трампа решена, по крайней мере, частично. Все эти новости свидетельствуют о том, что для правящей демократической администрации Дональд Трамп остается основным политическим конкурентом. Именно он пользуется наибольшим авторитетом у рядовых членов республиканской партии, поддержка экс-президента среди республиканских конгрессменов также довольно высока. 12 мая конгрессмены-республиканцы проголосовали за то, чтобы лишить конгресс-вумен Лиз Чейни должности председателя конференции республиканцев в Палате представителей. Это третья по значимости партийная должность в Нижней Палате Конгресса. Лиз Чейни считается одним из главных критиков республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа. Именно это и послужило причиной ее увольнения. Таким образом, после ухода с президентского поста Трамп не попал в политический маргинес, куда его отчаянно пытались выдавить взявшие власть демократы. Напротив, он остается наиболее популярной фигурой в республиканской партии, а его сторонники занимают в ней лидирующие позиции. Скорее всего, именно под лозунгами трампизма республиканцы пойдут на промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году. А если учесть, что к тому времени Джо Байден имеет все шансы потерять электоральные симпатии из-за неудач на основных направлениях внутренней и внешней политики, перспективы у сторонников Трампа неплохие. Вероятно, именно поэтому против экс-президента сейчас проводят уголовные разбирательства. В политических перспективах Дональда Трампа и Республиканской партии нам поможет разобраться политолог Сергей Белашко. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Вот хотелось бы задать вопрос по поводу того, что очередное, уже третье уголовное дело возбуждено против компании Дональда Трампа. Оно изначально было административным производством, теперь было переведено в статус уголовного дела. И все это происходит на фоне того, что бывший президент не сбавляет своей политической активности. Вот буквально недавно, в начале этого месяца, он открыл свой сайт для общения со сторонниками в интернете. С этого сайта пользователи могут репостить его, соответственно, заявления, его какие-то выступления и тому подобный контент. И таким образом Трамп пытается обойти блокировку в соцсетях. Но кроме того, мы помним, что пару месяцев назад была конференция консервативных политических сил, на которой выяснилось, что больше половины делегатов этой конференции поддерживают Трампа и, как бы сказать, на таких системных республиканцев, республиканцев старой формации, в общем-то, не ориентируются. Как вы считаете, каковы политические перспективы у Дональда Трампа и у республиканцев, в частности, у трампистов внутри этой партии? Ну, во-первых, я не стал бы противопоставлять консерваторам и республиканцам старой формации. Ну, потому что, ну, как бы, старая формация это кто? Это не оконы, да, но не оконы, это, ну, как бы, те же консерваторы, только которые выступают за, фактически, глобалистские методы во внешней политике. Ну, которые, опять-таки, способствуют тому, чтобы Америка укрепляла свой статус в мире и за счет этого обогащалось американское общество. За счет, по сути дела, активной неоколониальной политики. То есть, я не вижу тут никаких принципиальных противоречий с теми же там сторонниками, ну, не сторонниками, как это называется, ну, как бы, с организаторами чайных вечеров, да. Вот, ну, как бы, принципиально их нет. И, собственно, какой-то, значит, тренд на самоизоляцию, он, по сути дела, не столько противоречит вот этим неоконсервативным каким-то, значит, тенденциям, ну, не тенденциям, а, скажем так, традициям, если уже на то пошло. Сколько их, ну, скажем так, адаптирует к современным вызовам? Что касается, собственно, вот, каких-то фундаменталистских настроений, то эти люди, ну, как бы, носители фундаменталистских взглядов, все вот эти там радикальные, ну, не радикальные, а скорее, там, ультраконсервативные проповедники, там, и так дальше, они поддерживают Трампа, ну, как бы, по принципу меньшего зла, да, или потому, что там больше некого. Вот, с одной стороны, есть Трамп, который, ну, давайте говорить честно, сам Трамп по своей природе, по своей истории, он ни разу не консерватор. То есть, это человек, который там позволял себе и продолжает позволять всякие экстравагантные выходки, демонстрировал, скажем так, разного рода, ну, как бы, такую фривольность, да, и в политическом плане, и в медийном плане, там, и в деловом плане, и в сексуальном плане, вот, то есть, его сложно там, как бы, поставить в один ряд с какими-то, вот, блюстителями традиций, да, там, моральной чистоты и так дальше. Ну, даже если взять того же, там, я не знаю, Теда Круза, то Трамп на его фоне просто такой отвязный радикал. Ну, как бы, все познается в сравнении, поэтому, ну, на сегодняшний день Трамп это единственный политик, который может объединить республиканскую партию и привести ее к победе. Ну, то есть, вот такие реалии. То есть, не Круз, не Рубио, не какой-то там Санториум, да, как бы, ну, и прочее, прочее. Можно уже там дальше искать, там, что называется, домышей, но вот, из каких-то там серьезных фигур национального масштаба Трамп номер один и какой-то реальной конкуренции ему не предвидится с стороны ему, как бы, других течений республиканской пары. Когда мы говорим о приведении республиканцев к победе, мы в первую очередь имеем в виду, наверное, вот промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в 22-м году. Насколько мне известно, вот, может, вы меня поправите, перед ними будет перераспределение округов. То есть, так складываются обстоятельства, что в некоторых республиканских штатах население растет. Ну, в силу того, что там ниже налоги и вот как ни парадоксально, представители там Калифорнии и других ультрадемократических штатов переезжают в тот же самый Техас и в другие штаты, где налоги ниже. Соответственно, там будет, вероятно, больше округов и это может сказаться как-то на электоральной картине на будущем Конгрессе, фактически. Вот, как бы вы в этой связи оценили перспективы республиканцев? Давайте все-таки не будем, во-первых, считать Техас прям таким уже плотом республиканцев. То есть, там ситуация за последние годы, да, вот, если посмотреть, ну, там за последние 20, 30, 40 лет, она, в общем-то, колебалась вместе со средним пополам. И, то есть, есть штаты, которые голосуют за республиканцев, да, там, выборы за выборами, десятилетия за десятилетия, но Техас к таким штатам не относит. Что касается там массовых переездов, ну, как бы, я не слышал про массовые переезды. То, что переехали несколько корпораций, это, ну, как бы, совсем не означает, вот, прямо, что они снялись там со всеми, значит, своими сотрудниками, их семьями, там, всеми этими любовниками, любовницами, партнеров по гольфу, партнерам, значит, по карточным играм, с обутыльниками и так дальше. То есть, это просто переехали туда какие-то, значит, как бы, штаб-квартиры, чтобы зарегистрироваться на новом месте и платить соответствующие налоги, которые, ну, как бы, меньше. Вот. Основная, все-таки, масса людей остается там, где находятся производственные площадки, где находятся их рабочие места. Вот. Что, как бы, ну, да, какие-то там переезды имеют место быть, но эта капля в море, они не способны повлиять на общую электоральную картину. Даже, ну, как бы, сомневаюсь, что они способны повлиять на уровни отдельно взятого округа в Конгрессе. А что касается практика нарезки округов, ну, такое понятие, как Джеримон Джеринг, оно возникло еще сколько там, 150 или 170 лет назад. Вот. Ну, то есть, это такие вот там реалии 19 века. И, в общем-то, они практиковались и в 20 веке, и в 21 уже веке. И будут практиковаться, очевидно, и дальше. То есть, это, ну, как бы, неизбежно, потому что, действительно, из одних мест люди выезжают, или, во всяком случае, люди туда не едут. Какие-то там населенные пункты целые территории постепенно вымирают, потому что там, ну, как бы, иссякли какие-то полезные ископаемые, или нет хорошего транспортного сообщения, нет нормального образования, поэтому семьи с детьми, молодежь оттуда уезжает. какие-то наоборот испытывают серьезный приток людей, причем, в первую очередь, не внутри, не за счет внутренних миграций, а за счет иммигрантов из стран Латинской Америки, из стран Юго-Восточной Азии. Вот. И поэтому, собственно, я не думаю, что Калифорния прямо вот так обезлюдит, даже если оттуда полностью переедут все там сотрудники Илона Маска и им сочувствующие. То есть, это по-прежнему будет самый населенный американский штат, где, естественно, будет самое большое количество округов по выборам палаты представителей. Ну да, действительно. Кроме того, люди, которые переезжают, они же как бы меняют электоральную картину и на новом месте, если это какой-то массовый переезд. То есть, это тоже нужно учитывать. Нет никаких массовых переездов. Ну, давайте не будем как бы фантазировать. Для того, чтобы был массовый переезд, то есть, должно переехать из Калифорнии в Техас как двух до пяти миллионов людей. Ну, как бы ничего подобного не наблюдают. Да, понятно. Вот. Ну, и все-таки, что касается Конгресса. Вот при нынешних раскладах, даже не учитывая там этот джерримендеринг, перераспределение округов, выгодное тем или иным политическим силам. Каковы на сегодняшний день шансы республиканцев получить большинство в нижней палате, в верхней палате? Вот как по-вашему? Ну, здесь сложно сказать, потому что реально какая-то ситуация будет понятна только ближе к осени следующего года. Ну, то есть, пока что там за полтора года до выборов что-то фантазировать, тем более мы видим, что, ну, как бы ситуация меняется очень быстро. И сейчас, ну, как бы отдать должное вот Байдену, он первые какие-то свои там месяцы на посту он провел достаточно грамотно. И, в частности, его администрация добилась перелома, ну, или, по крайней мере, продемонстрировала перелом в борьбе с коронавирусом. Да, для этого закладывалась во многом основа при Дональде Трампе, но, тем не менее, вот это, как бы, и массовая вакцинация пошла уже, собственно, при Байдене и какие-то, значит, социальные инициативы. Вот мы видели опять в бюджете вот этот, как этот называется, план по спасению Америки, на который выделяют практически там 2 триллиона долларов, то есть колоссальные средства. И там же, если проанализировать его по конкретным расходам, ну, как бы, по статьям, то, что называется Line Item Budget, то мы увидим, что деньги федерального бюджета, они направляются в поддержку фактически целевых электоральных аудиторий Демократической партии. Не по всем статьям, но по целому ряду статьи. И создают благоприятный фонд для проведения этой кампании, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе на ближайшие два года. Ну, то есть, если мы говорим о промежуточных выборах. Ну, я бы, честно говоря, заглянул бы дальше, мне кажется, что все-таки большинство мер, которые предусмотрены в этом плане по спасению Америки, они дадут эффект не только в краткосрочном, но и в среднесрочном периоде. То есть, фактически, ну, по большому счету, если этот план будет реализован, то Байден без проблем пересберется на второй президентский срок в 2024 году. Ну, что ж, на этом будем завершать. Я благодарю вас за беседу, Сергей. В гостях у Международной Панорамы был политолог Сергей Бевашко. На Ближнем Востоке тем временем продолжается Палестино-Израильский конфликт. 19 мая представители Израиля заявили, что несколько раз пытались убить военного руководителя Хамас Мохаммеда Дейфа. Ночью двое боевиков погибли в результате удара по его квартире. На этом фоне ракетные обстрелы израильских городов продолжаются. Хамас заявил, что нацелился на авиабазу на юге страны. По сообщениям СМИ закулисные переговоры о прекращении огня ведутся, но пока никаких подвижек в этом вопросе нет. Франция подала резолюцию, призывающую к прекращению насилия в Совет Безопасности ООН совместно с Египтом и Орданией, но это всего лишь проект. США блокируют попытки выступить с совместным заявлением от имени Совета Безопасности, хотя и призывают к прекращению огня. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что его военная операция в Газе будет продолжаться столько, сколько потребуется, но также сообщил властям на юге, что она может закончиться в течение нескольких дней. На этом фоне в американской прессе, да и не только в ней, задаются вопросом, почему Байден не занимается посредничеством в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. Статья именно с таким названием была опубликована 18 мая на сайте новостного агентства CNN. Как значится в публикации, очередной трагический ближневосточный конфликт предлагает свежий взгляд на порой безжалостные расчеты Джо Байдена относительно цели своего президентства и его планов на глобальную роль Америки. Насилие между Израилем и палестинской группировкой Хамас это последний кризис, который не смог отвлечь Байдена от того, что он считает своей основной задачей прекращение пандемии и спасение экономики. Байден отказался в понедельник публично осудить авианалеты премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху на газу в ответ на ракетные обстрелы Хамаса. Внутренняя и международная неприязнь к Байдену нарастает на фоне увеличения числа жертв среди палестинского гражданского населения, включая гибель детей в Газе и разрушение Израилем здания в Анклаве используемого Associated Press и другими международными СМИ. Как пишет CNN, цитата, другие президенты могли почувствовать необходимость появиться на камеру, чтобы призвать к спокойствию или хотя бы выразить публичные соболезнования в связи с гибелью мирных жителей. Некоторые администрации уже запустили бы турне мира по Ближнему Востоку. Но в регионе, где мирный процесс давно себя исчерпал, в регионе с осложнениями, которых Байден надеялся избежать, если возможно, нелегко расходовать ограниченный политический и дипломатический капитал США. Заметьте, американское либеральное издание прямо признает то, что политический и дипломатический капитал США, то есть возможность влиять на мировые процессы, сегодня ограничена. Во время президентской избирательной кампании услышать подобное от сторонников Джо Байдена было просто невозможно. Если Трамп шел на выборы с лозунгом «Сделать Америку снова великой», то неофициальным лозунгом Байдена смело можно было назвать «вернем США роль мирового жандарма». И что мы видим теперь? Политическое влияние мирового жандарма настолько оскудело, что его более недостаточно для содействия установлению режима прекращения огня между Израилем и сектором газа. Президент, планировавший восстановить мировое господство Соединенных Штатов, вынужден отмалчиваться, не желая портить отношения ни с Израилем, ни с леворадикальным крылом собственной партии, однозначно высказывающимся в поддержку Палестины. То, что Палестино-Израильский конфликт невозможно урегулировать в обозримой перспективе, ни у кого не вызывает сомнений. Однако возврат к шаткому перемирию и остановка кровопролитной эскалации вполне возможно. В конце концов, шаткое равновесие между сторонами как-то держалось вплоть до 10 мая. Святое место, как известно, пусто не бывает. В данном случае речь идет о месте переговорщика, которому достанется слава и почет прекращения огня между сторонами. Наиболее вероятными претендентами на роль медиатора сейчас выглядят отдельные арабские страны, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также Россия. Учитывая многозначительное молчание администрации Байдена, она своей славы от посредничества при установлении перемирия не получит. На этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная Панорама и я, Даниил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Субтитры подогнал «Симон»!